Во имя Отца и Сына и Святого Духа сегодняшний замечательный праздник не вытесняет полностью темы воскресного дня и потому было прочитано рядовое сегодняшнее назначенное чтение притча о двух должниках, замечательная, которое, конечно, в чистом виде представляет собой гротеск или гиперболу насчет двух должников, один из которых должен был хозяину 10 тысяч талантов, а другой 100 динариев. Ну, 10 тысяч талантов это сумма невообразимая в принципе. Физически ее было невозможно, так сказать, содержать, ну, наверное, это вагон железнодорожной серебра или золота, вот. На самом деле эта цифра просто означает, что бесконечно большой долг, просто бесконечно большой долг, который был перед хозяином у одного из должников. Ну, а перед самим хозяином подразумевается просто Бог, перед которым мы иной раз можем находиться в таких вот тоже бесконечно больших долгах. И эти долги Он все нам прощает, на самом деле-то. Вот. И, естественно, подразумевается, что и мы призваны прощать должника нашим так, как Отец наш Небесный прощает нам. Или как-то так, как мы хотели бы, чтобы Он нам простил все долги наши. Как об этом говорится в известной молитве. И вот первому должнику, которому был этот неоплатный долг прощен, он встречает своего подельника, своего, так сказать, приятеля, который должен был ему вполне уже реальную сумму в житейском отношении, 100 динариев. Учитывая то, что по динарию в день платили часто, это была популярная плата за трудодень, и, скажем, работа в поле, вспоминаем еще одну притчу, когда все получили по динарию. Вот, значит, в таком случае 100 динариев, это была оплата трех месяцев с лишним непрерывной работы. Это достаточно хорошая сумма, большая сумма, но реальная сумма. Не такая, как 10 тысяч талантов, невообразимая сумма, а вполне реальная сумма. И вот первый должник, которому был прощен необъятный долг, он уже начал, так сказать, своего друга или подельника трясти за грудки и вынуждать отдать ему весь долг, угрожая, что если он не отдаст, то тот посадит его в темницу. Вот пример злостного активного непрощения. В большинстве случаев, конечно, у нас самих такого непрощения не бывает. И в этом надежда, что все-таки, если у нас и несовершенное какое-то прощение, но если мы хотим как бы избавиться от этого негатива, если мы все-таки усилием воли пытаемся простить наших обидчиков, слава Богу, это уже полпути или, скажем так, большая часть работы внутренняя сделана, но совершенного прощения по опыту обычно жизненному так получается, что и не бывает. Если какие-то воспоминания мучают, если иной раз нахлынует, испытываем какой-то прилив негатива или неприятный осадок от прошлого, от прошлых взаимоотношений, и снова это все, вот, как бы сказать, рубцы от ран начинают кровоточить или начинают, так сказать, зудеть и болеть, это все вполне понятно, это у многих бывает. Это не пример активного непрощения, это уже свойство, скорее, нашей природы, нашей памяти. В таком случае, если это немножечко нас подтачивает и даже разрушает, это пример просто несовершенного прощения, которого у нас нет и которого есть у Бога на самом деле, который есть полнота любви, прощения и терпения и всего прочего того, что не хватает у нас. И в этом смысле, конечно, замечательный день сегодняшний, когда благодать от этого праздника, вот эта тихая радость, это умиротворение, когда мы смотрим на изображение Богоматери, положенное во гроб, и в будущем уже воскрешенной и вознесшейся тоже. Это все воедино мы празднуем сегодня. С одной стороны, успение как блаженную кончину, с другой стороны, последующее воскресение, вознесение, божественную славу, восхищение Богоматери. Вот, это все соединено в сегодняшнем празднике. И вот, если вспомнить всю ее земную жизнь, о которой мало что известно нам, по крайней мере, из евангельских текстов, почти голос ее не слышен, настолько она была смиренная. Вот, мы слышим только каждый день, на всеночной, эти слова. «Презрел Господь на смирение рабы свои, и потому отныне будут ублажать меня все роды». Вот это, евангелист Лука, донес эту такую вот песнь или гимн от лица Богоматери. Больше мы практически нигде ее голоса не слышим. Вот, она все время как бы в тени находится, в тени своего собственного сына, в тени его учеников. Вот, настолько она была смиренная, и, как бы сказать, не выделялась ничем, но хранила все слова, которые говорил ее сын, в сердце своем, и, конечно, прошла через все муки материнские, через все, что нужно было ей пройти, через то, что прошел ее сын буквально, она прошла, можно сказать, душевно, но не меньше, наверное, мучилась, чем ее сын. И, конечно, прошла через ту кончину, которую сын претерпел насильственно, она претерпела естественно, как и все люди претерпевают. Но, естественно, гроб и умерщвление не удержали ее, как мы тоже поем в этот праздник. Вот, и в молитвах, поскольку она неусыпающая, то и у нее можно попросить помолиться о каждом из нас, представительству о каждом из нас, чтобы мир в душе воцарился, если нам его не хватает, чтобы это умиротворение, чтобы радость тихая от этого праздника нас наполнила, и чтобы всякий негатив, связанный с какими-то прошлыми взаимоотношениями неприятными, связанный с какими-то обидчиками нашими личными, чтобы все это угасло, чтобы все это отошло. Своих сил на это не хватает, и можно перефразировать слова известные поэта, и нам прощение дается, как нам дается благодать. Вот, как нам дается сочувствие и многое другое положительное. Вот, как нам дается благодать, так нам может подать, податься это вот совершенное прощение, когда уже ничто нас не беспокоит из прошлого. Аминь. С праздником вас всех!